Всем здравствуйте! Сегодня обзор покупок компании Avon по второму каталогу 2018 года. Вот этот каталог, по нему был заказ. Плюс мне сразу покажу макулатуру, которую прислали. Это вот такое вип-приглашение, которое все уже показывают. Надо на 3,5 тысячи сделать заказ в третьей компании и получить подарок за 49 рублей. Вот какой-то из этих подарочков. Ну, мне тут ничего не прощает, и навряд ли я такой заказ соберу. Поэтому, походу, это будет мимо меня. Отпрыточки с 8 марта мне не прислали. Не знаю, 7 и 7 высылали. Поздравления. Так, далее. Естественно, прислали каталог Avon 3. Космомарта праздничный. Фокус, распродажка. И Outlet. На котором тоже есть ваши скидки. Они там тоже присутствуют. Ну, опять же, четвертый каталог. Еще не листала. Надо будет посмотреть. Ну, и, конечно же, прислали. Я так как купила две помадки. Вот такие акции сенсации. Автомобиль за покупку. Две машинки. Я их уже пробила в интернете. Одна машинка мне выходит 40% на парфюмированную воду. Череш или Виволовиту. 40% скидки. Второй, значит, выигрыш у меня 40% скидки на нижнее женское белье. С двух страниц. Вот. То есть, особо для меня это неинтересно. И пользоваться я ими не буду. Ну, как бы нет смысла для меня. Ну, и первое, то, что пришло. Заказ у меня был небольшой. Так как я заказывала для себя. Мне, наконец-таки, да, слали вот такую вот магию гиаларона. Это сыворотка заполнителя тонких нормальных волос, густота и плотность. В объеме 100 мл. Очень классная сыворотка. Я заказывала набор шампуня, бальзам и эту сыворотку перед Новым годом. Но она мне не пришла. Мне ее почему-то не выслали. Ну, вот, наконец-таки, дослали через каталог. Я уже ее не ждала. Почему? Очень рада. Сыворотка замечательная. Я уже говорила, такая помпа здесь. Она очень приятно, сладенько пахнет для меня. Я люблю все сладенькое, так как я сладкоежка. Она вот такая. Слизкая гелеобразная. Такая, ну, приятной консистенции. Очень экономично наносится на волосы. Очень хорошо создает объем, заполняет пустоты. Прямо как-то это чувствуется. Волосы хорошо укладываются. Такая небольшая плотность волос появляется. Они как бы увеличиваются в объеме. Но при усуе, если воспользуетесь феном. Без фена как-то один раз попробовала. Мне не так понравилось. Но лучше, чем ничего. Поэтому очень рада. И, наверное, буду заказывать себе еще наборчик с такой же сывороткой. И вышло она мне все со скидкой 120 рублей. Вот о самом розыгрыше, от которых получила автомобильки. Две штуки за две помады. Я заказала помаду одну. Взрыв цвета. Помада обалденная. Мне очень понравилась. Я заказывала пробник. Уже его практически сносила. Очень довольна. Это вот такая помадка. Пришла мне. Я заказала драйвовый. Вот он. Драйвовый розовый. Вот в такой коробочке пришла помада. Очень симпатично. Приятно ее брать в руки. Приятно получать. Вот этот цвет. Выглядит она очень тоже симпатично. Все, наверное, видели. Но я такую именно в виде марка первый раз получаю в таком дизайне. И мне очень понравился внешний вид. Тут написано выбито Эйвон. И вот такой красивейший цвет. Обалденный. Немножко лиловый. С каким-то слегка ягодным оттеночком. Каждодневный цвет. Я когда ходила в этой помаде, пользовалась ей. Сегодня ей пользовалась. Все, прям многие люди обращают на меня внимание на губы. Я заметила это. Там написано Марк выбито. Мне действительно нефокусирует. Жалко. Вот. А, вот так. Значит, тут такой сводчик. Ой, надо проще так. Все равно для себя. Ой, красивая помада. Я очень рада, что заказала. Цвет очень красивый. Очень приятный. Он и нарядный. Он поседневный. И он губки как-то делает немного объемнее. Объемнее визуально. Потому что цвет достаточно такой теплый. Не знаю. Я очень довольна. Поэтому рекомендую. Покупайте обязательно. Заказывайте. И он подойдет и брюнеткам. И блондинкам. И он такой держится замечательно. У меня в белую полоску лично, вот сколько я ходила, ни разу не скатывался. Я ходила практически 6 часов помадой. После нанесения она слегка стирается. Под конец уже этих 6 часов начала губы подсушивать. Но полоски белые у меня как-то не особо образовывалось. Может быть, что-то такое собиралось. Ну и все на этом. Дальше уже помаду я просто стирала, потому что мне не было смысла. Классная помада. Очень нравится. Это один из самых обалденных цветов. Именно серии взрывоцвета. Ну вот так вот. Конечно, она темнеет немножко, чем на картинке. Ну что-то такое, общий отлив какой-то есть. Вот он такой. Так, далее. Я заказала вторую помадку. Это моя тоже из любимых помад. Матовый эффект. И заказала я тоже, я пользовалась пробником. Это у нас лиловый Mavi Matters. Вот этот. Цвет очень красивый. Пробник я уже использовала. Вот. И осталась довольна. И, конечно же, я заказала эту помаду. Я показывала. Я брала уже такие помадки. Матовый флакончик. Пузыречек. Там вот написано Mavi Matters. Здесь уже именно такой металл идет. И тоже очень красивый цвет. Матовая. Вот такой сейчас покажу. Цвет красивый. На губах смотрится очень красиво. Не старый, не бабушкин цвет. А такой для любого возраста. Мне кажется, хоть бабушке, хоть молодой девушке. Можно пользоваться. Цвет классный. Так что это, значит, помада у нас. Матовый эффект. Матовое превосходство. Вот. Красивые цвета. И вот, значит, эта помада. Она, конечно, светлее, чем на фотографии реловой. Вот она немножко светлее. На фотографии темнее выглядит. Цвет красивый, благородный. Также тут выбито Evon. Слово. Фирма. Так. Это что-то здесь уже мазнуло. Так. Далее. Не смогла обойти стороной я. Не смогла обойти стороной вот эту водичку. Тудэй. Я Тудэй, допустим, брала пробник стандартный классический. Мне вообще он не нравится. Ну, нормальный хороший аромат. Стойте. Но совершенно не мой. И я его, если на ком-то слышу, мне прям как-то аж, не знаю, вот человек проходит, я сразу слышу, что это Тудэй. И у меня прям, не знаю, какие-то не очень приятные ощущения. Почему-то шлифт мне Тудэй не нравится. Но это дело вкуса, конечно. Кому что нравится. Я уже говорила, что я сладкоежка. Люблю все сладенькое. Естественно, я заказала самые из этой серии насыщенные духи. То есть самые ядреные. Я думаю, вы поняли. Это водичка Абсолют. Тудэй Абсолют. Цветочно-восточный аромат. В состав входит бергамотный роли сандал. Здесь прекрасная цена. Вышли они мне где-то в 460 рублей. Грубо говоря, 465. Как-то так. Это очень выгодная цена. Это очень редко бывает. Поэтому я обязательно воспользовалась этой акцией. И, кстати, эта вода достаточно... Вот так она выглядит. Вот такая коробочка. Она была заслудирована. Так как это я себе заказала. Я слюду быстренько сняла. Делается в России. Описания здесь никакого нет. Вот. Вот такой красивый флакон. 30 миллилитров. Парфюмированная вода. Мне флакон очень нравится. Он такой маленький. Такой изящный. Тудэй может быть тоже такой же. Я не знаю. Потому что крышечки похожи у них. Вот такая очень хорошая, как стеклянная крышечка. Вот. Мило очень. Выглядит очень красивый цвет самой бутылочки. Он какой-то малиновый. Малиновый какой-то. Прям очень вкусный цвет. С розовиночкой. Прям прелесть. Мне аромат очень нравится. Он такой гидрёный. Ядерный. Восточный. Я уже сказала. Бергамотный. Роли сандала. Сандала у меня есть в палочке. Они очень насыщенно пахнут. Индийские. Бергамотный. Роли. У меня есть эфирные масла. Я тоже знаю, как они пахнут. Они насыщенные масла. Ну. Я не знаю, чувствую ли я их здесь. Ну что. Восточный аромат однозначно. И то, что он такой. Не знаю. Он сладкий. Он с кислинкой. Он такой. Сначала прям ядерный, когда ты его наносишь. Потом, когда проходит время, он становится такой сладенький и вкусный на коже. Мне, допустим, очень нравится. Я люблю сладкие ароматы. И мне кажется, для сладкоежек он прям очень подойдет. И мне нравится, что здесь именно 30 мл. Так как он дозировать надо. Он такой дозированный аромат. По чуть-чуть пользоваться, чтобы не перешибить нос всем окружающим. И сознание тоже. Поэтому буду наслаждаться им маленькими-маленькими прысками. Вот. Аккуратненько им пользоваться. Я бы сказала, он вечерний. Днем, конечно, наверное, пользоваться нельзя. Хотя я такой и днем буду пользоваться. Так как у меня есть очень сладкие ароматы такого типа. Есть у меня индийские духи. Очень сильные, но очень пахучие. Я ими тоже иногда пользуюсь. Вот. Так что, не знаю. Мне очень нравится аромат. Надеюсь, он все-таки не бабушкин. Он свежий, сладкий, сладостный. Не сладкий, он сладостный такой. Какой-то манящий. Для меня он даже какой-то эротичный. Хочу вам сказать. Вот. Вот интересно, как он будет на разогреве. На горячем теле интересно ощущаться. Думаю, наверное, будет прекрасно. Так. Далее. Далее с каталога мне пришли три пробничка. Сиротиночки такие. У всех почему-то приходят такой красивый книжечки. С портретом Евы. Господи, я забыла, как я вам. Евы Мендес. А мне пришли вот так с каталогом такие сиротки. Отдельно я не стала аромата заказывать. Но я что хочу сказать. Ароматы сладкие. И мне они тоже понравились. Вот эти три ароматика. Значит, как они выглядят, все уже знают. Как они выглядят, все уже знают. Это вот желтый, фиолетовый и розовый. Розовый это старый ФМ. Но я хочу сказать, здесь добавлена другая нотка. И он звучит лучше, чем старый ФМ. Так как я покупала. Подарила эти духи маме полную версию. Они шли в красивом флаконе. Старый флакон это ФМ обычный. Желтенький. И ФМ эксклюзив фиолетовый. Так вот, что как мне кажется. Что это теперь, видимо, переиздали эту водичку. Взяли стандартный ФМ желтенький. Переиздали его. Теперь идет новый Тари. Но добавили какое-то что-то другое. Другую нотку. Раньше в стандартном ФМ был цветочно-фруктовый мускусный аромат. Жасмин, магнолия, древесный аккорд. То сейчас здесь появился жасмин, янтарное дерево, гранат. То есть аромат изменился. И мне кажется, в лучшую сторону. Тот аромат очень хороший, очень стойкий. Но мне он не подошел. Так как мне кажется, что он все-таки немножечко возрастной. Но это кому как нравится. Дело вкуса. Но маме очень понравился. Она с удовольствием пользуется. Им довольно. Этот аромат, мне кажется, намного нежнее, свежее и приятнее. Поэтому с удовольствием даже, может быть, я бы им попользовалась. Аромат. Вот этот вот фиолетовый. Алюринг. Вот. Кстати, мне тут он не очень понравился в каталоге. Но в пробничке он оказался интереснее, приятнее. И такой прям тоже, мне кажется, стойкий, как и тот ФМ новый. И очень-очень он напоминает ФМ Эсклюзив от Эвен. Эту водичку. Очень похожий. Единственное, там какая-то нотка изменена. И эта водичка новая, она чуть-чуть слаще и чуть-чуть ярче. Этот более нежний аромат, а этот более понасыщенный. Аромат мне тоже понравился. Этот аромат желтенький. Мне тоже понравился, так как, я не знаю, я никогда ФМ Айкон не слышала, не нюхала. У меня пробника. Я просто очень отзывов, я хотела заказать, кучу отзывов перечитала. И у меня ассоциация возникла, что это фейерверк, какие-то блестки, какой-то праздник. Это эскристое шампанское. Вот аромат. Понюхала этот аромат, я почувствовала все то же самое. Я почувствовала брызги шампанского. Он такой яркий, сладкий, он какой-то праздничный, фееричный. И мне тоже он очень понравился. Я теперь прям не знала, мне бы они не нужны, столь лету мне хватает парфюма. Но я как-то после пробников этими ароматами, причем тремя заболела. Плюс они будут в третьем каталоге очень выгодны. Так что я подумаю, брать мне их или нет. Может быть, маму болтаю, она их возьмет. Если ей понравится водичка. Так что это очень хорошая вода. И, не знаю, мне кажется, многих она заинтересует.